Отказаться от курения сегодня призывали горожан кировские активисты. На площади у филармонии они провели акцию, поучаствовать в которой мог любой желающий. Людям предлагали узнать, сколько угарного газа содержится в легких и к чему это может привести. Такой возможностью воспользовалась и Елизавета Халикова. Куришь? Тогда проверь свои легкие. С таким призывом к областной филармонии вышли активисты и предложили всем прохожим узнать, в каком состоянии находятся их легкие. За пару часов обследований здесь прошли несколько десятков человек, что в разы больше, чем в прошлые годы. Бесплатно пройти тест согласился и Александр Русских. Курит мужчина уже больше 30 лет. Говорит, бросить не получается. Хотелось бы бросить. И сейчас сигареты дорогие стали. Не знаю, постараюсь еще. Вот сейчас напугает меня. Будем пробовать. Эта акция стала традиционной. Каждый год она проводится в преддверии Всемирного дня без табака, который отмечают во всем мире 31 мая. Эта акция в Кирове всегда собирает десятки желающих проверить свое здоровье. Определить количество угарного газа в выдыхаемом воздухе можно с помощью вот такого аппарата. Делается это так. Задерживается дыхание и затем выдыхается полностью весь воздух в аппарат. Затем смотрим на показатели. У некурящего человека должны быть цифры не больше 6, а у заядлого курильщика свыше 10. Врачи рассказывают, такие показатели могут привести к страшным заболеваниям. Ткани все испытывают кислородное голодание. Тканям, соответственно, некомфортно, плохо и могут развиваться на фоне этого различные заболевания. В любом органе. Потому что сосуды мелкие у нас есть везде. Соответственно, нет такого органа, нет такой системы, на которую курение не отказало бы отрицательное влияние. Чтобы снизить число курильщиков, специалисты рассказали о вреде табака каждому, кто прошел тест. Также всем участникам они вручили витамины. Елизавета Халикова, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.